Всем привет, дорогие друзья! С вами Максим. Начинаю прохождение GTA Liberty City Stories. Это портированная на мобильные устройства игра. Я сам играю на iPad Air 2. Что ж, погнали! Русские субтитры, вся хурма, буду даже, может, иногда зачитывать диалоги, если не будет сильно лень, что у нас тут по управлению. Но, думаю, в принципе, такое же, как и в iCity, San Andreas и GTA 3. То есть, ничего особенного здесь нет. Очень радует, что изначально, прям вот сразу же есть русский язык. Давайте-ка выберем его. Так. Никаких тебе настроек графики на iOS-устройствах нет. Игра максимально круто идет на самых топовых. То есть, iPhone 6s, iPad Pro. Там вообще 60 кадров в секунду. У меня же все что-то около средних. Начнем новую игру. Ловит наш герой такси. Звоночек, видимо, совершить не удалось. Ранее сам не играл в версию на PSP. Эй, вот и он красавец. Слушай, Тони, ты нам оказал большую услугу, и тебе пришлось надолго отойти от дел. Но теперь ни о чем не беспокойся. Винченцо за тобой присмотрит. Будут нужны деньги, обращайся к нему. Понравится работа, Лаки тебя и обеспечит. А чем еще может мечтать член семьи? Даже моему сыну так сладко не живется. Но, мистер Леоне, я же не чужой человек. Я столько сделал для семьи. Че-то недоволен наш перец. А теперь вы хотите, чтобы я прислуживал этому... этому... пидору. Это не честно. Тони, я знаю, что ты сделал, и поверь, я тебе безмерно благодарен. Ну вот что, ты с порога начинаешь ставить под сомнение мой авторитет. Это, если честно, говнище полное, видимо. Наглость, ясно? Я понял, босс. В общем, если что-то понадобится, приезжай в Атлантик Квейс с Квинчетса. Он тебе позаботится, верно, Лаки? Конечно, босс, как скажете. Знаешь что, поехали прямо сейчас. Наш ушастый главный герой, видимо, хотел сразу сладкой жизни. Нихрена подобного сначала придется этого усадика завалить. Произойдет, я уверен, это рано или поздно. Я тебе подыскал отличную хату, Тони. На пидора отвечаю, она тебе понравится. Сперва туда заедем. Да ты просто сама любезность. Сядьте в машину. Да-ка я с управлением немножечко освоюсь. Ну, а, думаю, все стандартненько. Мобильную GTA, одну из частей, я уже прошел, это была в I-City. Сам игрался, не на запись. Выберите метод управления. Аналоговый джойстик, кнопки влево-вправо. Так, давай попробуем аналоговый джойстик. Вот такая темка. Если не понравится, сменить могу в любой момент. Тут есть кнопочка тормоза. Ручного тормоза и свалить из машины. Также побибикать и поменять камеру. А где же кинематографичная камера? Нет ее? Ой, я помню, портированную версию для PlayStation 2 запускал. Точно. Она же выходила не только на PSP, на PlayStation 2 тоже портировали. Там такая просадка по FPS была. То есть стабильно 10-15 кадров. Меня это совсем не порадовало. Так, где-то в переулке у нас находится хатка. Давай-ка заеду туда. Пока еще супер неумело управляю машинкой. Ой, как же это нелепо. Так, а как нам туда заехать? А, с другой части, с другой части улицы. Там тупик, видимо, находится. Это же первая водная миссия. Здесь ни в коем случае не нужно эту машину разбить. Иначе мужик сидящий у меня и скажет, давай-ка заново погнали. Ну вот, Тони, дом, милый дом. Классная хата, правда? Это вот этой сраной дыре я типа буду жить? Это место как раз очень в твоем духе. Нашего пацана просто попускают. Не груби стариней Винченца. Так, теперь дуй наверх, переоденься во что-нибудь поприличнее. Изживо у меня еще полно дел. Да мы вроде нормальные, такой дорожные одежки. Скажем так, одеяние путника на нас. А что, тут и костюм подготовлен, и все, что только душе угодно. Бэкап. Можно сохраниться. Можно переодеться. На-ка, переоденемся. Костюмчик деловой. Неплохо. Куплен, видимо, в секонд-хенде. Тем не менее, белая рубашка, какой-то пиджачок дает сразу осознание того, что перед нами не какой-то бичара, да, под забором сидящий, дующее и дешевое венцо. Также есть гараж, где можно оставить тачку на ночь, и она там сохранится. Вернитесь в машину. Да, будет сделано. Игра командует нами как только хочет. А теперь вези меня домой. Отвезите Винченцо в Атлантик Квейс. Нихера себе, мы действительно прислуживаем этому говнюку. Вези меня туда, вези меня сюда. Выполняю это, то, другое. А что же наш перец, что же наш Тони сделал такого для семьи, что он потребовал, видимо, лучших условий? Вот это не ясно. Видимо, скорее всего, отсидел за кого-то несколько десятков лет. Может быть, не десятков, а всего лишь сезонов. Получал там бутылкой в жопу вместо тех, кто совершил правонарушение. Так, а как мне... О, радио можно переключить вон в левом нижнем углу. Прям тыкаешь, переключаешь, выключиться все можно. Свои треки? Ах, да, можно еще плейлист со своим музоном закинуть. Я таким заниматься не намерен. А где же он живет? Ух ты, как подгрузка прям на лету происходит. По-моему, в предыдущих, то есть, в АСИТ и Сан-Андрес не было такой подгрузки. Прямо происходящий на кончиках пальцев, прям на ваших глазах. Но хрен знает. Эй, ты, наверное, в курсе, что за хату нужно платить Тони. Так что не забывай, кто тут оплачивает счета. Специально для тупых, это я, папа Винченца. Так что отныне ты работаешь на меня. Я надеюсь, что увижу тебя здесь очень скоро. Каков же наглец ты, представляете? Пидор какой. Доступна миссия с этим Винченца. А у нас особо-то выбора и нет. Никаких дополнительных сейчас нет. А заниматься всякой хернёй вроде того, что мочить ниггеров, конечно же, нужно. То есть, посвящать этому время необходимо. Нас, сука, по яйцам тебя напинали, завалили. Находясь вне транспорта... Да я уже с управлением свыкся. Смотри, какие модные черти на моциках. Какие парни в костюмах, в очках и перчатках. Да и с пистолетами тоже нет. К ним не нужно подходить, они меня застрелят в пукан. Пойдём на миссию с Винченца. Называется Лодырь. У нас в северном Чайна Тауне работает один барыга. Этот ленивый ублюдок уже чёрт знает сколько дней не приносит мне ни цента. Наверное, его нужно простимулировать, чтобы он оторвал жопу от дивана. Видит тебя как полное говно, чем-то тебя напоминает. Что ты пытаешься этим сказать? А я не пытаюсь, ты тоже такой же говно. Я говорю тебе открытым текстом, чтобы ты отправился к нему и заставил эту ленивую жопу работать. Ну вот же пидор такой. Этот парень знаком... То есть мы знакомы с этим парнем буквально... Сколько? Минут пять? А мне уже хочется надрать его наглую жопу. Ой, какой быстрый мотоцикл. Я ещё даже не осознал всю эту мощь. Ты смотри, соляркой что ли его заправили? Почему он так коптит чёрным дымом прямо мне в нос? Не даёт спокойно нюхать свежий воздух Либерти Сити. Есть маркер, который указывает, куда нам двигаться. Нет ни пистолета, ни автомата. Чем мы тут вообще должны орудовать? Вот этим пока ещё только следует заняться. Чё-то радио слишком громко херачит. Как его сменить? Не имею ни малейшего понятия. Вот смотрите, в левом нижнем углу сейчас нет рычажка для смены радио. Какая-то печаль. Да ёлки-палки. Да пошёл ты в жопу. Давай-ка пойдём. Наделаем там сейчас... Ой, сука. Да, всё-таки на четырёх колёсах безопаснее передвигаться. Не так полоска жизни будет уходить. Пошла отсюда. Баба какая-то бургеркинговская. Вот тут можно нормально переключать музончик. Какая-то, видно, недоработка. Явно в следующей версии должно быть устранено. Мне нравится, как разрушаются машины в старых ГТА. Быстренько капот отлетает. Бампера. Вечно дым из-под колёс. Какая красота. Кого тут я буду стимулировать своими кулачками мощными? Куда я их буду запихивать, а? Вот он барыга. Винченцо говорит, что ты совсем обленился. Не хочешь работать или зассал? Что за наезд? Ни хера не зассал. Я малость переболел, вот и всё. Завтра выйду, ну или на крайняк, послезавтра. Нет, чувак, ты выходишь на работу уже сегодня по-любому, понял? Отвезите барыгу на работу. А если я хочу... Вот тому байкеру засадить? Вот же пидор! Дай-ка я его... Не получается. Он застыл. Такое ощущение, будто парень действительно глючит. Что у него с шеей? Как будто кость наружу просится. Давайте попробовать сесть на моцик. О, 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 он ожил. Мы спасли. Мы спасли NPC. Теперь он здоровый и нормальный. Может ходить, передвигаться, функционировать. Да, подобные глюки это только радость. Радость, приносящая удовольствие. Осознание того, что 400 с лишним рублей на эту игру были потрачены не зря. Послушай, я это уже Винни пытался сто раз втолковать. В Чайна Тауне рулят Синдак. Если туда сунусь, можно гроб заказывать. Да-да-да, не волнуйся, парень. Сейчас мы там со всеми разберемся. В общем, другой поцик крышует этот райончик. А ниггер ссыкует там толкать крэк. Давай попробуем разобраться в ситуации раз и навсегда. Это наша первая дельца. Вот так вот просто подходишь. Задание выполнено. 100 баксов на счет начислили. Но, по-моему, неплохо. Как считаете? Так, Винченцо расскажет мне, какой я молодец, что заставил барыгу работать. Да боже ж ты мой. Езда на мотоцикле крайне небезопасная такая штука в этом мощном мире. GTA Liberty City Stories. Постоянно тебя кто-то пытается сбить. Так, бляха-моха. Не забываем, что это портативная игра. То есть порт... Поэтому изначально сложностью весьма вероятно не такая уж высокая. Подлечку взял. Это же полицейский автомобиль. Настоящий полицейский автомобиль. И можно работать борцом с преступностью. Вон там значок рядом с сигналкой. Можно сразу же работать борцом с преступностью. Пожалуй, я это как-нибудь на следующий раз отложу. Но, в принципе, такая возможность уже есть. Давай как Винченцо еще раз заглянем, посмотрим, что он там нам предложит. Пидор наглый. Кровавая месть. Ух ты, начинаются разборки, походу. Винни! Да чтоб тебе провалиться, Тони, ты можешь оставить меня в покое? Посрать спокойно не дадут, я... Но раз уж ты здесь, я так и не увидел ни цента. От того барыги, знаешь почему? Я весь внимание. Потому что он мертв, кретин, его шлепнул какой-то мудак. Синдака барыжит теперь по всему городу и на территории Леоны тоже. Ты будешь это терпеть, Тони? Я нет, давай-ка дуй, живо в Чайна Таун. Ага, босс, уже отправляюсь. Господи, почему в этом сраном сортере постоянно нет бумаги? Рукавом своего костюма подотрись, неудачник херов. Я сажусь в полицейский автомобиль и еду громить барыг. Как это... Блин, какая моделька прикольная, она раскрашена, забавно. По-моему, именно в Либерде Сити или другие раскраски были, или это так давно со мной случалось, что я уже не помню. Ну-ка, 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 спокуха. Мы не должны терять контроль, терять управление. Все-таки играть на экране, то есть на таче, это занятие, скажем так, не из самых простых. Использовать внешний контроллер, это топчик. Но у меня такого, к сожалению, нет. Для iOS был бы... Тогда радости моей не было предела. Давай, барыга, выходи. Или кто тут крышует по центре? Не лезь на территорию Леоны, мудила. Смотри, какая походка у него крутая. Прикончите барыгу, ты мог бы себя сдержанно вести, а мудак? Несколько ударов, и он свалится. Ты смотри, на, по яйцам, смертельные удары. Что, не понял, кретин сраный, ты уже синдака торгует наркотой по всему Чайнтауну. Им нужно преподать урок. Мы будем пешком ходить и сбивать с них спесь. Я полагаю, что есть выход получше. Садишься в полицейский автомобиль. Жалко, что тут нет никаких резиновых дубинок, которые мусора засовывают прямо в эмоции своих подозреваемых. Ну, сука! Как тебе это понравилось? Желтая звезда говорит о том, что вы числитесь в розыске. Полицейские будут пытаться вас арест... Ты чё? Ты мои бабки, что ли, тут подбирай, жердяй! Хочешь себе пару бургеров купить? Пошёл ты нахер! Где, 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 жёлтая звезда? Всё, розыск... Отменили. Погоня снята. Может и так. Так, вон ещё один барыга. Сейчас нужно только нормально разогнаться. Ты-ты-ты, постой на месте, постой-постой. Суки, пошли нахер! Я тут пытаюсь барыгу задавить, а вы мне не даёте. Ушлёпки! Стой на месте! Не получилось сразу раздавить. Ой, как же я мучаю их! Ой, страдают, страдают выродки. Все кости им пытаюсь поломать. 500 баксов! Вот это уже что-то похоже на успех. В сумме уже почти 9 сотен. Если вы ищете... Так, если дополнительную работку, там есть салончик. Салончик, который обещает мне помочь деньгами за определённую работу. На самом деле не успел прочитать. Ну ладно, рано или поздно доп. миссии должны были появиться. Нифига себе как подглючивает! Я вам серьёзно говорю, у меня это устройство не самое до на iPad Air 2, в конце-то концов. Но, верю, это ж только первая версия игры. Ух ты, какие подгрузки жёсткие! Думаю, что в следующих версиях поправят общее положение дела и производительность увеличат. Но в таком виде, конечно, выпускать это греху подобно. А я припаркуюсь у себя. Да опять не с той стороны заехал. Никак не привыкну, пусть это всего лишь второй раз. Что лишь с одного угла можно сюда заехать. С торца дома. Далее там тупик. Грязная вонючая лачуга. Тем не менее, эта грязная вонючая лачуга обзаведётся сейчас настоящей полицейской машиной. В гараже хранить её буду. И использовать по бере необходимости. Ну-ка, пройдём. Да, вот это классно! Как же я долго страдал! Машинка помещается в гараж. Гараж закрывается, открывается. А она свежая и прекрасная. Бита! Есть бита. Что ж я её раньше не взял с барыгами? Ой, как сладко было бы бороться. Ну ничего, я использовал ум и железного коня. Для того, чтобы быстрее завершить это задание. Можно сохраниться, переодеться. Но у нас сейчас этот костюмчик, он же не может запылиться, правильно? И выбора одежды здесь никакого не должно быть. Или... Или у нас два комплекта. Не-не-не. Нет, подожди-ка, можно вон листать можно. Повседневная одежда и костюм Леона. Будем в костюме ходить. Может быть, их где-то можно или покупать, или собирать. И тогда вот дома переключать. Подлечка очень важная, полезная. Думаю, можно сейчас сохраниться и на этом первый видосик закончить. Да, игра сохранена. Пишите комментарии, ставьте лайки. Это был первый эпизод видео прохождения GTA Liberty City Stories. С вами был Максим. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok